МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Акция, которую каждый год проводит благотворительный фонд «Инсан», обретает все большие масштабы. Час футбола. Игроки махачкалинского «Динамо» провели мастер-класс для учеников столичной школы. Число погибших в ДТП на дорогах Тагестана продолжает расти. В Хасавертовском районе 30-летний водитель легковушки не уступил дорогу-мопеду, в результате чего произошло столкновение. 25-летний мотоциклист скончался на месте, а его 19-летний пассажир был доставлен в больницу с различными травмами. Всего за прошедшую неделю в республике погибло 8 человек, 67 получили ранения. По данным ГИБДД, с 28 августа по 3 сентября в республике произошло 41 ДТП. Школы есть, учебников нет. Об этом стало известно на совещании с участием главы региона Сергея Меликова. Министр образования Ехья Бучаев сообщил, что нужное их количество есть только в новых школах. Ситуация в других оставляет желать лучшего. Причина, по его словам, – рост контингента и принятие нового федерального перечня. Сергей Меликов поручил правительству республики в недельный срок представить предложение по решению вопроса. Ну а пока чиновники думают, как это сделать, многим родителям приходится приобретать книги за свой счет и за немалые деньги. Я был немного в шоке, потому что цены очень высокие на книги. В мои годы они стоили порядка 300 рублей, а сейчас комплект книг на один предмет обошелся мне в 1500 рублей. На самом деле, да, это какие-то очень высокие цены. Да, без тетрадек, без обложек, всего лишь две книги по одному предмету – это 1500 рублей. Весь, получается, комплект для школ – чисто книг. Для моей сестры меня обошелся сейчас практически 7500. Математика, мы вместе продаем двумя частями, стоит, ну, где-то 1000 рублей, вот такая вот. Это, пожалуй, одна из единственных, которую мы берем сейчас, потому что ее берут все-таки. И цена доступна. Да. Но есть оригинал, это не оригинальная версия. Оригинал 1500 стоит. В Докадаевском районе в честь погибшего участника СВО назвали школу. В селе Зельбачи состоялась торжественная церемония присвоения образовательному учреждению имени Долгата Маликова. Кавалер Ордена Мужества, сотрудник СОБР Ястреб Каспии погиб при исполнении служебного долга. Право открыть мемориальную доску, установленную на фасаде здания школы, было предоставлено матери героя и его вдове. Спасибо, что пришли сюда почтить память моего сына. Дай Аллах всем присутствующим не столкнуться с тем горем, с которым столкнулась я. Пусть ваши сыновья вернутся живыми и здоровыми. А в городе Избирбаш под руководством председателя Совета имамов города прошло мероприятие в честь Дня Знаний. Была подготовлена насыщенная и интересная программа, а дополнила ее зрелищное интерактивное шоу. На праздник пригласили педагогов, школьников и жителей города. Со словами напутствия перед школьниками выступили богословы, известные спортсмены и популярные блогеры. По видеосвязи удачного учебного года и любви к знаниям учащимся пожелал прямой потомок пророка Хабиб Хусейн Ас-Сакав. Уважаемые школьники, и духовенство, и администрация, и спортсмены, и директора, тренера призывают читать книги. Но это же говорит о многом. Это намек вам, что для нас всех, ну скажем, взрослых людей, работающих людей, нам важно, чтобы вы хорошо учились. Для нас важно, чтобы вы вели себя хорошо, чтобы вы радовали ваших родителей, ваших учителей, ваших тренеров. И вот тогда у нас будет непременно порядок. Вместо множества букетов один от всего класса. Сэкономленные деньги направятся в поддержку тяжелобольных детей. В Махачкале снова прошла акция «Дети вместо цветов» от благотворительного фонда «Инсан». К доброй акции с каждым годом присоединяются все больше школ. Шестая, Новохушетская, уже постоянный ее участник. О том, как цветы помогают спасти детские жизни, узнавала Тамара Самедова. «Дети вместо цветов» – это акция, которую на протяжении нескольких лет проводит благотворительный фонд «Инсан». На их попечении состоят десятки детей с тяжелыми диагнозами. Многие из них мечтают сесть за парту. А чтобы их мечта стала явью, нужны средства. Без помощи неравнодушных людей им не справиться. В нашем регионе с каждым годом в благотворительности участвует все больше школ. Растет и сумма помощи. Мы третий год являемся ее участниками, а второй год – наиболее активными. В прошлом году общий сбор нашей школы составил 104 тысячи. Для меня эта акция несет глубокий нравственный потенциал, где каждый ее участник совершает добро. Мои педагоги с огромным желанием принимают участие в этой акции. Уже в конце августа мой телефон разрывается от того, что они просят записать их в список тех, кто будет принимать участие. Поэтому я очень довольна, что благотворительный фонд дает нам возможность принимать участие в этой акции. Почти все классы Махачкалинской школы номер 6 принимают участие в акции. Родители и дети с удовольствием вносят свой вклад в помощь больным. Расскажи, пожалуйста, в какой акции ты принял участие? Я сегодня принял участие в акции «Дети вместо цветов. Давайте творить добро». Я сегодня принял участие в акции «Дети вместо цветов». Особые дети должны принимать особое внимание. И мы очень благодарны, что мы можем принимать участие. Мы знакомим наших детей, чтобы наши дети знали, что это такое, что есть дети такие, не похожие на них. Они такие же, как они, но у них нет возможности посещать школу. И наши дети с большим удовольствием вместе с нашим классным руководителем Салем Адзаналабитовым принимают в этом участие. Мы хотим сказать вам огромное спасибо за эту возможность. Свой вклад в благородное дело сделали и преподаватели школы. Педагоги уверены, что подобные акции прививают детям только положительные качества. Мы с детками в этом году тоже решили принять участие в такой очень, я считаю, нужной акции, которая воспитывает, на мой взгляд, в детях добро. Чтобы детки, которые не могут, так же, как и мои замечательные детки посещать школу, чтобы они наконец-таки выздоровели, чтобы им могли помочь. Надеюсь, эта небольшая помощь хоть как-то поможет деткам в приобретении этих лекарств дорогостоящих. И они станут хоть немножечко, но счастливее. Тамара Самедова, Шараним Чешоев, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Около 10 тысяч верующих собрал республиканский манджлей Салемов, который состоялся в селе Асаб в Шамильского района. Мероприятие посетили ученые-богословы со всего региона. Они говорили о современных вызовах, стоящих перед верующими по всему миру, рассказывали о жизни шейха Абдурахмана Асабского, а также о деятельности муфтията Дагестана. Мероприятие также украсило чтение строк священного Корана. Я Ай-юха-лладзина Аману, proverbulous The 160th Amendment Сделал дзикран кафира. И поистине, ученые, они наследники пророков. А пророки, они не оставили в наследство динары, дирхамы, деньги. Они оставили в наследство знания, илму. И тот, кто вот эти знания получит, он получит самое лучшее, самое важное, самое достойное. Поэтому, уважаемые братья, дорогие сестры, вот это, здесь такое прекрасное медресе, столько муталимов, столько у нас, аль-хамду-ля, в Дагестане есть алимов. Вот это наследство пророков, которые мы, аль-хамду-ля, получаем, эти знания, нам нужно их сохранить, нам нужно делать амал, поступать согласно этим знаниям, и эти знания дальше передавать последующим поколениям. Подобные собрания не только обогащают верующих полезными знаниями, но и способствуют взаимопониманию и уважению между людьми, отмечают организаторы. В завершении маджлиса среди присутствующих провели жеребьевку путевки на Малый Хадж-Умра. Урок футбола в школе номер 61. Игроки Махачкалинского «Динамо» провели мастер-класс для учеников столичного общеобразовательного учреждения. С юными футболистами встретились вратарь Тимур Магомедов и полузащитник Шамиль Гаджиев. На тренировке дети учились точно давать пас, забивать голы и попробовали свои силы на специальном тренажере для удара головой. Затем у начинающих игроков появился шанс распечатать ворота профессионального голкипера. Так школьники зарядились на весь учебный год. Занятие прошло в рамках федерального проекта РФС «Футбол в школе». Также в проведении тренировки поучаствовали наставники спортшколы Миноборнауки Дагестана. То, что мы били профессиональным ураторием по воротам, так же понравилось мне и моей команде, что мы били головой эту сетку. Но он полезен для единоборств. Когда, например, если защитник уйдет навес, он должен отбить головой. Если нападающий уйдет навес с углового, он должен ударить и забить голову. Конечно, мы с командой сильно хотим занять первое место, готовимся. Махачкаринская «Динамо» добилась победы на АЦКА Хабаровском в гостевом матче 8-го тора 1-й лиги. Успех дагестанскому клубу принес дубль нападающего Сердыра Сердырова в первом тайме. Динамовцы могли побеждать и с крупным счетом после того, как в воротах Абравчан был назначен пенальти на 63-й минуте. Однако Рожаб Макомедов не смог переиграть фратаря хозяев. Эта победа переместила команду Курбана Бердеева на шестое место в турнирной таблице в активе клуба 12 очков. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова